Продолжим разбор суры «Аль-Адият» мчащейся. Мы разбирали айт и остановились на слове «иза». Мы сказали, что «иза» является просто обстоятельством времени, не являясь условным именем. Мы подробно поговорили о его аймеле факторе, который поставил ее в состояние в винительном падеже или на месте падежа на винительном падеже. Дальше. «Иза» здесь является «мудафан» или «джумлятель фиалити» первым членом изофиатной связки, где вторым членом изофиатной связки является глагольное предложение Бу-Ацира. Поэтому, прежде чем упомянуть «мудафан» или вторым членом изофиатной связки, мы должны произвести разбор отдельно взятых слов этого предложения, из которого оно и состоит, так как в итоге все это предложение рассматривается как одно целое, как одно имя. Поэтому оно имеет здесь место в падеже. Оно стоит на месте падежа «джар» родителя в падеже. «Хайдзи хилджумлят фи махалли джарин». Итак, Бу-Ацира это у нас фиалин мадан в глагол прощающего времени. «Мабнив лил мачули» страдательного залога. То есть здесь не упомянут файль действующее лицо, а действие относится к прямому дополнению, к мафулу бихи. «Мабнив лил фатт» с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. «Ма» это у нас «Исман маусулин» относительно немеслимения. Бима'на лидзи. Значайное слово «ал-Лидзи», то есть тот, который. «Мабнив лил с сукуни» с неизменяемым окончанием сукуном на конце. «Имахалли рафли» на месте падежа рафа. «Найбуль фа'ли лил фа'ли» является «найбуль фа'ль», то есть именем заменьшающим фа'ль, заменьшающим действующее лицо. Ведь в данном случае и так понятно, что фа'ль здесь это имя Аллах. Значит, основа у нас была «иза ба'тар Аллаху ма фил кубури ай ащай лидзи фил кубури». Где имя Аллах это у нас фа'ль, а ма это мафул бихи, прямое дополнение, после чего удалили имя, являющееся фа'лем, то есть имя Аллах, и поставили на ее место мафул бихи, прямое дополнение. «Валь фа'лю ма ана иби фа'ль» и глагол ба'тар вместе с заменяющим его фа'ль относительным местомением ма является с жмалетун фа'летун глагольным предложением. «Фи махалли джарин» на месте паджаа джар родительного паджа. Мудафун или второй член из офетной связки для слова «иза», являющегося мудафом, то есть мудафом для этого предложения. «Валь фа'ль» и глагол бихи, в этой харфу джарин предлог родительного паджа мобниву аль с сукони с неизменяемым кончайным суконом на конце. «Аль-кубур» мачрурум бихи, поставленным предлогом фи в состояние джар родительного падежа. «Ва алямату джар и признан паджа джар в этом имени «Аль-касрату-захрату» фи ахири, явная касса на его конце. «Валь-джару вал-мачрурум» предлог родительного паджа фи и поставленный им состояние джар родительного падежа имя аль-кубур, мута'алликани состоят в смысловой связке с бифи'али джумнатиль ассилятиль мукадрати в связке с глаголом скрытого подразумеваемого предаточного предложения, т.е. «бу афир маста'карро фи л-кубуре» или «бу афир ма юджида фи л-кубуре» «ма уджида фи л-кубуре» «будет изверено то, что имеется или находится в могилах» и т.д. Здесь предатком относительного местомения «ма» будет не одно слово, не одно имя, а глагольное предложение. Значит, например, «маста'карро фи л-кубуре» «иста'карро» — это у нас фи'алун маден глагол прощающего времени «мабнио аль-фатхи» и т.д. «у фа'алу» и «у фа'аль» действующий лицо это «дамирун мустатерун фи хиджавазан» скрытый в нем в допустимой форме местомения «такдиру ху-хуа», который выражен местомением «хуа» и «ауду аль-лисмил маусуле ма», который возвращается к относительному местомению «ма». «валь-фи'алу маа фа'али» глагол «иста'карро» вместе со своим фа'алем действующим лицом, все это «джумлятун фи'алитун салюту аль-маусули «ма» не имеет места в падеже. Глагольное предложение «предаточное предложение для относительного местомения «ма» ла махалла ла хаминал и араби не имеет места в падеже. А что касается грамматического разбора следующего аета «вахус саляма фис судур» и будет представлено то, что в груде, то грамматический разбор этого аета точь-в-точь совпадает с разбором предшествующего ему девятого аета «бу афирама фил кубури» без какой-либо разницы. Добавим лишь, что второе предложение соединено союзу вас с предыдущим «аль-джумлятун санют ма' туфутан аль-джумлят аль-джумлят аль-Ула» и так же как предыдущее предложение оно не будет иметь места в падеже. «фа ла махалла ла хаминал и араби к сабикатиха Аллаху а'лам».